Где у нас стартап котики? Мяу, мяу Как растут стартап котики? Пяу, пяу Кто у нас стартап котики? Мы бест, авто бест, мяу Станете юной корненой? Да, мы шам здесь не место Друзья мои, Александр Сорок с нами И совершенно потрясающий стартап-нетворк Которую он основал Которую он уже много лет не просто возглавляет А с которым он путешествует по всему миру Практически следуя заветам Фаины Раневской Насчет того, что шоу должно гастролировать Не буду более подробно вдаваться в ее предложение Но на самом деле Сейчас давайте я пару слов скажу Чтобы засмущать Александра И потом мы уже передадим ему слово Я дважды участвовал в этом безобразии Один раз я участвовал в Киеве И качество стартапов было просто потрясающее Второй раз я участвовал как на самом деле организатор Или как не организатор, а... Что организатор? Ну как бы... Ну нет, я просто там был в жюри Ну короче, в общем человек в жюри Который больше всех говорит, что свойственно мне Вот, и были очень классные стартапы С одним мы, кстати, довольно далеко дошли Но потом оказалось, что все-таки они рановаты для нас Вот, и поэтому... Давай, наверное, начнем разговор с того Что расскажи, пожалуйста, про стартап-нетворк Это же абсолютно уникальная организация В чем суть того, что стартап-нетворк делает И почему, дорогие друзья стартаперы Вы должны срочно посмотреть, что это И срочно присоединяться Ну, стартап-нетворк сегодня Вот я там, может быть, там чуть-чуть, скажу так Преувеличу Но это вот экосистема Цель, которая вот Помочь, как бы там Инвесторам выявить самые интересные вот стартапы И дать возможность им туда инвестировать Предпринимателям она помогает, конечно, расти вместе с нами С помощью разных инструментов У нас там несколько, на самом деле, продуктов А профессионалов тоже зарабатывать вместе с нами И вот как бы исторически Так получилось, что самый старый наш продукт Это вот наши ивенты Которые мы на сегодняшний день делаем В 50 крупных городах мира Покрываем все 5 континентов Включая Австралию Вот, то есть это и Северная Америка И Европа И СНГ И Азия И Ближний Восток И в Японии даже в ближайшее время будет Я приглашаю прийти Посмотреть Там, конечно, все по-другому Там, знаешь, очень много таких картинок сразу рисуют Каких-то таких Ну, вот в стиле Как-то чувствуется, что по-другому все будет происходить Вот Где-то в 2015 году мы запустили свою платформу Стартап Network Где, в общем-то, каждый стартап может бесплатно зарегистрировать Свой профайл, как бы, своего стартапа Ну, там у нас, на самом деле, не только стартапы А так уж исторически сложилось Что и малый-средний бизнес регистрируется Мы уж не стали его удалять И так повелось, что они там, ну, тоже, как бы, там Регистрируют свои стартапы На сегодняшний день у нас где-то в месяц приходят Тысячу новых инвестиционных заявок на этой платформе И, соответственно, каждый, кто, как бы, там Хочет найти себе, там, куда инвестировать В стартапы, малый-средний бизнес Он может себе там, в общем-то, найти Потом у нас появились там следующие уже продукты Вот в прошлом году мы запустили там два новых продукта Это наш, собственно, у нас появился СИД-фонд в нашей экосистеме Вот у него там две стратегии Первая там это предакселерационная Мы инвестируем в стартапы, которые, как бы, хотят и готовятся поступить в топовые американские акселераторы Что мы верим, что это лучшая стратегия, там, перебраться в Америку, как бы, для тех, кто не местный Вот, и вторая это мы, вот, выступаем, как лид инвестора в нашем Силиконвале Синдикит Клаб Это наш вот такой международный онлайн-клуб Он как-то исторически получился сразу онлайн Потому что, ну, когда фаундер сидит в Силиконовой долине То ты же не организуешь какое-то там, ну, вот, мероприятие в каком-то там одном городе Потому что остальные не смогут послушать И так вот, вот, сложилось исторически сразу, что это, ну, встреча у нас происходит в онлайне Вот, ну, и как раз сейчас в связи с этой ситуацией коронавирусной Оно, как бы, ну, наоборот, получилось так, что пошло даже и на пользу, по сути дела Потому что многие, как бы, там, сидели дома, делать было нечего И начали участвовать Дело было и начало клуб Вот туда мы, конечно, берем уже более поздние стартапы такие У которых там минимум, как бы, месячные там продажи, это где-то 10 тысяч долларов То есть уже такие где-то в районе СИП Да, можно сказать Вот требования, понятно, они должны быть зарегистрированы в Америке У них, они должны пройти хороший акселератор Или у них должен быть хороший инвестор Как бы, вот, прям сейчас в раунде Как бы, там, желательно американские, там, ну, иногда европейские берем Вот, ну, и там еще, как бы, ряд каких-то требований есть То есть, ну, одним словом, это оценки уже где-то там, такие 5, 10, 20 миллионов долларов Вот в этих пределах Окей Ну, есть у нас еще и образовательные, всякие, как бы, платформа, там, Краудинг Есть у нас еще, там, какие-то ряд вспомогательных продуктов, которые мы запускаем Вот, ну, они сейчас не столь, может быть, еще пока существенные Есть большие планы, там, вот, по командообразованию хотим платформу запустить И чтобы команды могли собираться, находить друг друга Вот, ну, и есть, понятно, там, идея, там, помочь розничным инвесторам Совсем небольшим присоединяться к крупным сделкам через специальные синдикатные фонды Ну, это уже как отдельная история Пока еще нереализованная Вот, в общем, такой, наверное, список продуктов Слушай, ну, тысяча заявок в день, это просто нечто колоссальное Не, не, сори, 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 это я загну Я сказал в день, но это месяц А, окей Просто я уже хотел сказать, что, наверное, это просто вообще Хотя, ну, кто знает Даже месяц это очень много Ну, как бы я свое вау, когда ты сказал Все равно оставляю, потому что тысяча заявок в месяц это очень много Вот, я пытаюсь, понятно, что мы там венчурные инвесторы Но за почти десятых лет, без совсем малого, без нескольких месяцев Что я венчурный капиталист Мы посмотрели где-то 13 тысяч с лишним Ну, то есть где-то тысячу Ну, да, кстати говоря, где-то вот тысячу в год То есть в 10 раз интенсивнее нас Ну, хотя, да, да Ну, опять же, ты, Игорь, понимаешь, что тут, ну, это же стартапы на совершенно ранних стадиях Да, да, да Начиная с идеи, у кого-то MVP, вы что смотрите? Абсолютно Я просто соизмеряю, мы такая, в общем, команда из нескольких человек Который с утра до вечера там что-то ищет, с кем-то разговаривает И я просто знаю, насколько это очень интенсивная работа Те люди, которые этим не занимаются, они считают, что это, как, знаешь, такое английское выражение Fun and games А, типа, там, классная жизнь, налил себе кофе, посмотрел презентацию Кто бы так не жил, чуваки, эти вещи, это тяжелейшая работа Это если действительно разок в недельку так ты посмотрел в кофе, да, это классно А если ты постоянно поток в сознании Слушай, ну, очень круто, я, как бы, я действительно абсолютно честно в восторге от того, что ты сделал Скажи, пожалуйста, насколько, вот, если не секрет, насколько концепция Вот ты сейчас рассказываешь, что вы придумываете новые формы, занимаетесь инновацией, это дико круто А насколько концепция с самого начала была такая? Вот изначально что? Вообще была не такая Ну, собственно, как в любом стартапе, наверное, да, там, от идеи, как бы, да, там, до Того момента, когда ты начинаешь зарабатывать, происходит много пилотов и итераций, как бы, да Изначально я, как это, ну, я, на самом деле, первое собрание вот нашего клуба, тогда это называлось Клуб частных инвесторов, да, она состоялась в 2009 году Вот, да, вот И было мнение, знаешь, что там, ну, я просто вот как-то сам исторический, сам много делал, ну, вот, стартапов, бизнесов, да, там, в своей жизни И мне казалось, что инвестировать, так это легко и увлекательно Вот, и вот соберем клуб, как бы, будем инвестировать, там, клуб будет, наверное, зарабатывать на каком-то проценте, как инвестбанк И вот мы будем хорошо жить Ну, значит, там, эта идея, там, провалилась, собственно Хотя инвестбанковская, там, ну, какой-то департамент у нас остался И вот, наверное, вот то, почему мы выжили, может быть, там, на таком длинном промежутке времени Потому что делали вот этот инвестбанкинг для малого-среднего бизнеса Это помогло нам, ну, наверное, пройти вот этот тяжелый период И параллельно экспериментируя со стартапами Но очень, знаешь, долго доходило до меня, что все-таки вырастить юникорны на локальных рынках, это невозможно, да, практически Не знаю, почему это заняло столько времени Но тогда просто вот во всем мире так это все бурлило, как бы, да, там, все там страны создавали свои экосистемы Все верили в это светлое будущее, да, там, вот И как-то, наверное, на этой волне ты думал, ну, куда мне там в мире, как бы, да, там, тут хоть бы в Украине, там, какие-то, да, там, занят позиции, там, вот И пытался вот это вот все начать строить Потом мы поняли, что там в Украине места нет, мы пошли в СНГ Ну, вернее, не места нет, а денег нет, и там вырастить, возможно, да, там Там, когда поняли, что и там тоже нечего особо ловить, как бы, мы перебрались в Европу У нас была первая континентальная битва, наверное, с поляками, 5 на 5 Мы привезли 5 украинских стартапов против 5 польских стартапов Вот, ну, разные форматы у нас были, мы экспериментировали Вот, поняли, что там тоже нечего И наконец-то вот уже, когда вот приехали До Силиконовой долины хватило смелости добраться, как бы, да, там Вот, то, наверное, вот с того момента, вот, как бы, оно начало уже там что-то вырисовываться Ну, слушай, в Сан-Франциско залчик был практически забит Я не помню точно, сколько был человек, но под 100 человек Что, в общем, я тебе скажу, для мероприятий я-то на куче был, я редко сейчас очень хожу Это вполне такое, не хуже, чем в любое местное было Да, но мы сейчас же планируем, вот, уже где-то, вот у нас сейчас формат какой Мы по всему миру проводим отборочные мероприятия, вот это Unicorn Battles Пришлось сменить название, потому что, как раньше нам выставил претензию к НБДАТЛ Из-за того, что наше название Startup Battle было очень похоже на их название Startup Battlefield, да, там посвятило Не бодаться и сменили, в общем-то Не-не, конечно, правильно Потому что тут у нас есть торговая марка, когда мы в Америку пришли, а там у них есть какие-то Ну да, и, в общем, достаточно, действительно, не дурацкий клейм, так, если честно Потому что, как бы, действительно, такой recognizable В общем, да И, вот, теперь финалисты, вот, по идее, вот, все вот эти 50, как бы, финалистов, которые победили вот в своих городах, как бы, да Они должны прилететь в Силиконовую долину на финальное наше мероприятие, вот, в Computer History Museum Где-то на тысячу человек мы планируем Вот Unicorn Cup, она у нас называется Так что у нас там новая, как бы, скоро, наверное, работа, красота, какие-то будем брать Ну, посмотрим, как это все выйдет И сейчас это, конечно, невозможно То есть мы уже перенесли на лето, но и с лето, скорее всего, перенесем этот финал на осень Вот такие вот дела Но, тем не менее, вот наша идеология, да, вот сейчас, как бы, это найти те стартапы в мире, которые хотят именно перебраться в конечном итоге в Силиконовую долину, покорять весь мир И вот мы, там, по разным странам за ними, фактически, охотимся и помогаем им прийти в долину, как бы, поднять там деньги, ну, и остаться Слушай, а вот вы объехали же дикое количество стран, сколько, примерно? Смотри, вот именно физически, да, там, вот я, наверное, там объехал, ну, в 20 странах так точно делаете битвы Это очень, прям очень А в этом году вот у нас там количество стран должно было вырасти, ну, оно и выросло, но в середине, как бы, вот нашего вот этого отборочного, после того, как мы где-то половину 25 провели, начался коронавирус, и мы стали проводить битвы онлайн И поначалу, конечно, как бы там, если честно, как бы я расстроился, потому что, ну, елки, у нас малость все, что строили, конечно Поломал, но оказалось, что, на самом деле, это очень интересно, увлекательно, потому что ты сидя дома, фактически путешествуешь по всему миру И границы, как бы, стираются, да, то есть, на Азии Ты смотришь, там, австралийские стартапы, ну, там, ну, где хочешь, там, ну, что, бываешь, на днях у нас в Нью-Йорке было там мероприятие Вот так вот, по всему миру, как бы, и что интересно, как бы мы начались знакомиться, вот, лично, как бы, там, с ВИСИ И вот, наверное, у меня из-за этого уже, там, в ближайшее время будет, наверное, там, около, там, тысячи ВИСИ, которые я, ну, вот, лично, как-то знаю, на битвах пересекался Поэтому в этом еще один продукт запускаем, я тебе рассказывал, это ВИСИХАУС, такой закрытый клуб, где ВИСИ смогут обмениваться сделками, по сути дела Вот, ребят, кто смотрит, стартапер, извините, я перебью, делайте себе ментальный ноут, вот, куда нужно ходить, где искать деньги, где нужно пить, окей Да, так что, ну, вот, короче, идей много, конечно, знаешь, там, на все, там, зачастую не хватает, вот, такой, конечно, наш, отрасль, что С одной стороны, очень интересно, но, то есть, вот, мне никогда не скучно, знаешь, вот, о, да Я думаю, что вот такой другой отрасли, наверное, нету, как бы, по сути дела Может, может, цирковая индустрия еще такая А, ну, я согласен, наверное, Голливуд, кино, как бы, все, что связано с искусством, ну, может превзойти, потому что там вообще бесконечное, знаешь, количество вариаций, как бы Ну, здесь вот ты тоже, ты удивляешься, ты каждую какую-то, там, неделю находишь новую какую-то бизнес-модель, думаешь, ну, ничего себе, ребята придумали, как бы, да, ну, вот она Ты знаешь, я тебе даже так скажу, я сейчас подумал насчет метафоры цирковая индустрия, с одной стороны, как бы, цирковая действительно веселее, там, клоуны, обезьяны, медведи, а я подумал, слышь, так и у нас же есть и клоуны, и обезьяны, и медведи И акулы даже Не, ну, что там говорить, я же знаю, что ты в кино даже снимался Было такое, да, есть такой голливудский космический блокбастер, который оказался популярен только в Японии Только в Японии, да Впонцы реально его смотрели, и себе не представляли Слушай, так, надо тебе прийти на нашу японскую битву, вот я не помню, когда Все, они, эти, фанатки, фанатки разорвут Да Фанатки разорвут на кулачки Слушай, а вот ты действительно один из очень немногих людей, потому что там, ну, куча народа, я в очень длинном списке стран был, и ты был, я уверен, но вот чтобы быть именно в стартап-сообществах двух десятков стран, слушай, я прямо вот кроме тебя и Маклюра, который сейчас такой весь как бы прячется на Сан-Телене, на острове Сан-Телена, вот, я особо так никого больше и не назову А вот если, если можно спросить такую вещь, не знаю, она немножко как бы такая, может интимная А где вот, в каких странах тебе вот особенно прям ты почувствовал, блин, вот дико круто, ну, не обижая, конечно, какие-нибудь там другие страны Где у тебя было ощущение, что вау, тут нереально Ну вот, смотри, я скажу так, вот, например, впечатления от Европы, да, в прошлом году, вот, проехались, там делали Берлин, Париж, Амстердам и Мадрид, да, и вот, на самом деле, вот, впечатления были там разные, если честно Вот, например, Мадрид очень дружелюбный, при том, что испанский язык очень распространенный, они говорят все равно на английском, они к тебе открыты, они с тобой там, вот, прямо друзья, как бы, да, там, и вот, как-то так очень легко В Париже ситуация противоположная была, они, вот, из-за того, что, наверное, мне кажется, большая экономика, да, достаточно, как бы, да, то есть там можно развернуться, в принципе, внутри, как бы, запускать стартапы, ну, можно, как бы, хватает рынка И плюс, как бы, у них, у самих есть, там, много продуктов, которыми можно гордиться, ну, там, условно говоря, вино, сырые, да, там, какие-то, целые даже отрасли, как бы, да, там, культура, как бы, ну, они действительно лучше, там, во многом, как бы, да, они совершенно как-то не интегрированы, вот, в этот, вот, ну, внешний мир, получается И очень редко, как бы, там, мы находим какие-то стартапы, которые нам подходят, хотя, вот, на днях, там, был один интересный, ну, не, там, искусственный интеллект, который распознает картинки, и, вот, там, ну, когда, там, электроэнергетика, например, они, там, на проводах, трещинки видят на столбах, и, вот, оно, везде, там, применяется, там, ну, в разных таких штуках, кстати, вот, ну, много наших знакомых, там, из Долины, собственно, туда зашли, там, потом, скажу, тебе, наверное, нельзя рассказывать Может быть, такой информация Да, да, конечно, конечно Амстердам, вот, как я его помню, раньше, он всегда был англоговорящий, конечно, вот, и он такой головой, и, в принципе, как бы, очень так, вот, знаешь, оно было нормально Берлин, раньше сильно отставал, вот, по этому языковому вопросу, когда, да, то есть, я скажу, что, начало нулевых, то есть, они не говорили вообще по-английски Сейчас, вот, ситуация, там, прям, противоположная, абсолютно все говорят, там, ну, нормально Как бы, по-английски, и такой живой, хороший рынок, и они интегрированы, и, вот, это большая экономика, которая такая, вот, интегрированная Есть, где-то, какая-то специализация, там, у каждого, там, ну, вот, какая-то проскакивала, да, там, германии, там, стэк, как-то, финтэк доминировал, там, вот, в Мадриде, как-то было сильно много маркетплейса Вот, они, как бы, я бы сказал, Испания, она такая, не от диптеки, а больше, вот, ну, вот, таких вот вещах Хотя, прости, как раз два дня назад говорил с чуваком из Барселоны, который настолько диптек сделал, там, просто вообще на уровне АСП, анализировать трафик и делать просто, там, настолько технологические вещи, что я просто его слушал, вот, да, всюду бывает исключение Вот, в Сингапуре тот, однозначно, вот, весь финтэк, такой, вот, половина, наверное, стартапов, которые выступали, ну, они исторически просто, да, получается, вот, центр такой Малайзия, мы, в Сингапуре, инженеров, прости, что перебиваю, и в Сингапуре мне понравилось, что очень много было таких вот, прям, инженеров-инженеров, прям, вот, с таким очень серьезным инженерным образованием Ну, да, наверное Может, слушай, может, просто немножко в разные, как бы я, попадали, я всего три раза был Да, 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 Малайзия как-то вот так сложилось, что как-то было не так, ну, не очень внятно, если честно Ну, то есть, видно сыроватая еще такая вот такая система И победил, ну, стартап, который, ну, может, я бы его, да, и стартапом-то не назвал в каком-то смысле Это там, скорее, где-то, малый-средний бизнес, я там не совсем понимаю, так попал, но попал Тем не менее, они из насекомых там производят еду разную В целом, ну, наверное, конечно, бизнес-модель какая-то новая там, ну, вот, там Инновация бизнес-модели есть, там, гиптеком, наверное, какого-то нету Ну, ну, вот, и оно такое вот еще ранние стадии какие-то такое вот все, как бы там Интересная ситуация, вот, например, на Ближнем Востоке, там, в Эмиратах, да В Эмиратах деньги есть, много денег есть Но стартапы жалуются, что денег нет, то есть, венчурных денег нету То есть, это еще такой зреющий рынок, когда они, как бы, вот, венчурные деньги не потекли в экономику, да То есть, нефтяных много, они еще там куда внедрить и же нас инвестировать Ну, 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 вот такой вот интересный эффект Ну, Эмираты молодца, они делают международный хаб, созывают из ближайших стран, как бы, да И там, скорее всего, тоже будет со временем, как бы, там все хорошо Индия, вот мы делали там, ну, там понятно, там стартапов просто, там, я не знаю, сколько их там регистрируется, вот И я думаю, ну, на сегодняшний день Индия, там, номер 4 экосистема по количеству выращенных юникорнов, да После, вот, Америки, Китая, Англии, вот они, они четвертые, тогда А ты видел некоторое время назад, где-то, несколько месяцев назад, какой-то журнал постил индусы во главе крутейших американских компаний И я просто поражен был, то есть, там, из где-то топ 100, где-то процентов 25 возглавляются индусами Это дико круто, просто дико круто Ну, как-то я прочитал, я уж не помню в какой книжке, что в Китае больше одаренных детей, чем всего детей в Америке Ну, вот, просто статистика Тут, я думаю, тоже складывается Ну, конечно, исторически, там, они не очень много, и они в Америке очень активны, как бы, количество Из-за них большого, как бы Вот, поэтому, и, ну, вот, сами виси, жаловались местно, знаешь, на что? Что большинство все-таки униконов выращенных, это Копикета Вот, почему? Потому что рынок закрыт, войти тяжело, ну, международно было, да, там, долгое время, как бы И, ну, наверное, и с Китаем похожая ситуация Они просто копировали, и на большом рынке очень выращивали свои уникорны То есть, они не совсем, может, лидировали, там, в технологии, как бы, совсем новые вещи Вот, ну, а что, тоже хорошая стратегия, как бы, и многие, как бы, там, ее используют, но почему нет? Да-да-да-да Мы бы на своих рынках, наверное, тоже использовали, но рынки очень маленькие, где, там, сделать это невозможно, к сожалению Вот, поэтому, ну, а в латинской, там, в Южной Америке, вот, у нас первое будет в Бразилии битва, там, в июне месяце Ну, не знаю, там, что-то будем делать, танцевать Ну, думаю, будет очень интересно Ну, уникальный совершенно опыт, да, ты знаешь, близко, очень близко к тому, что, вот, и мой опыт был, там, в той же Малайзии И у меня, например, было ощущение, что просто молодцы, что они сделали с экономикой, с обществом и так далее, и так далее Но пообщался с огромным количеством народов, в том числе, там, инвесторы, банкиры и так далее И общее, там, ни в коем случае не хочу никого обидеть Но общее ощущение, это какой-то очень наивности, примитивности, в общем, не знаю, какой-то Ну, знаешь, вот, что, кстати, ну, понятно, Австралия, она, там, была, плюс-минус, как бы, в рамках приличия, как бы, да, там, вот Я же, уровень, уровень, в рамках приличия, в смысле, уровень, да Да, там, хороший, средний уровень, как по мне, такой, знаешь, там, поразила Африка Вот, чем поразила, мы делали, вот, у нас было четыре коронавирусных битвы Мы собирали портапы, которые борются с коронавирусом, по континентам Была американская, европейская, азиатская и африканская И, ты знаешь, ну, у них там, ну, так, у нас на битве присутствовало, мне показалось, как бы, так, ну, точно, там, с пяток фондов, которые сто миллионов плюс Вот, ну, вот, раскидывает Южная Африка, Египет, там, ну, такие, знаешь, там, Гагерия, как бы, там, еще, как бы, там, с десяток Ну, ну, всего к нам пришло, там, что, больше 50 ВС, как бы, африканских, вот, и из разных стран И у них там, оказывается, есть нормальные, хорошие фонды, как бы, на удивление, как бы, чего я совершенно не ожидал Вот, если даже сравнивать, там, с СНГ, как бы, да, там, ну, ну, то мы очень серьезно отстаем Именно по количеству денег, вот, венчурных фондов И это для меня было просто, вот, открыто Да, ты меня тоже, я впервые такое слышал, вот это, да А какие-то есть, там, лидеры, типа, там, ну, Южная Африка Да, смотри, ну, так вот точно выделяется, я бы сказал, Египет, Нигерия и Южная Африка Ну, вот это, вот, наверное, три страны Но были, знаешь, из-за крупнейших экономики Да, вот из таких стран, что я даже полез опять изучать географию, как бы, да, там, потому что уже позабывал Там, например, там, ты вот помнишь, в какой части Африки находится такая страна, как Бурунди? В самой южной, в самой южной, на юго, чуть-чуть юго-восточнее О, видишь, это у тебя память лучшая Даже, насколько помню, по-моему, граничит она с Танзанией или Кенией, с одной стороны А с другой стороны, либо с Заиром, бывшим, который теперь Республика Конго И, наверное, с Ландой С Ёлки Да, ну, видишь Видно, ты сильно любил географию Я любил географию, да, да, как говорили мне, как говорили мне, сидишь тупо уставить в атлас И вот это, да, реально, реально вот поразило, что, ну, как так, ну, знаешь, там, в русскоязычном пространстве У нас тоже большое, по сути дела, ну, там, очень-очень-очень-очень-очень стран Да, да, да И, в общем, наверное, комбайн GDP, там, где-то, ну, довольно высоко, первой десятки Там, за счет, в основном, России, ну, в принципе, там, еще и Казахстан И нам теперь сыпятся заявки, вот, проводить мероприятия, там, во всей Африке Ну, у нас там есть форма, там, в общем, ну Самое активное, ты знаешь, ну, вот Это очень круто, это очень здорово А у меня было ощущение, что, как бы, Африка, это вот, китайцы, что там огромнейшее количество китайского капитала, это так? Я думаю, ну, знаешь, вот, мы на своей битве, конечно, это не прочувствовали, ну, потому что там, знаешь, сложно понять, что там, ну, там, мы-то видим, виси, как бы, а кто-то непонятно Ну, вот, что меня удивило, например, в Индии, что там очень много японского капитала Вау, интересно! И вот прямо, как бы, там они, ну, почему так, даже сложно мне, как бы, объяснить, ну, там, по-моему, не спрашивали, как бы, но вот именно японцы сидят, ну, ну, понятно, они не в Китае, в Китае, они не могут, видно, там, соседские отношения не очень, вот, и они поэтому сидят в Индии, потому что, ну, похоже по размеру рынку, ну, там, ну, там, ну, и все дешево, как для японцев, у которых все безумно дорого, да? Дороже, чем в Америке, они приходят в Индию, вдруг, реально низкие цены, огромная экономика, но, тем не менее, там, конечно, долина, вот, все равно ментально занимает лидерство в всех странах, ну, селиконовые, да, потому что все понимают, что там больше всего денег, там больше всего корпораций, как бы, и, там, если ты действительно собираешься, там, покорять весь мир, то, скорее, ну, в 90-х, там, в процентах случаев тебе, конечно, надо туда. Я с тобой согласен, я абсолютно не, там, шовинист долины, тут есть куча своих недостатков, сложно кого-то найти, нанять, дикие зарплаты, дикие цены, там, и куча-куча всяких других проблем, ну, да, действительно, я постоянно всем говорю, ребят, просто возьмите, там, 4-5 основных вот компонентов, которые составляют у всех стартапа, ангел-инвесторы, которых, вот, просто десятки тысяч, их, наверное, в остальном мире примерно столько, сколько вот на этом вот пятачке, венчурные фонды, которых тоже, наверное, во всем мире столько, сколько вот на этом пятачке, крутейшие корпорации, там, список, не буду говорить, все знают, которых опять тоже во всем, во всем мире примерно сравнительно столько, сколько либо они вообще на этом пятачке, либо они обязательно здесь присутствуют. он как бы не здесь но кампус у них тоже и вот тогда мне кажется конечно сделал если честно там совсем последнюю статистику но вот у меня есть такое подозрение что в мире физическом начнет происходить то же самое что происходило интернет мире интернете знаешь еще если ты номер один тебя знают все номер два кто ты шо то есть номер 3 ты уже может быть даже и и не слышали и вот и вот то же самое там происходит отчасти возможно венчур на мире тыс раньше мне казалось что она наоборот начнет распределяться местная экосистема сейчас у меня какая-то но вот такое какое-то обратное ощущение что на оборудована все только будет укрупняться то есть будет несколько больших очень экосистем в мире да там условно 1 2 3 4 5 куда вот будет там потихоньку все стекаться вот эта концентрация будет происходить но опять же это не не ослышать все все имеет право но я постоянно ей я у нас компания отвечаю за отношения с лпис и как бы ну как бы за общение с ними за плечи и прочее и я когда с ними общаюсь один из самых распространенных вопросов которые они все задают типа почему вы а чем отличаетесь вы а почему мне не там не вложить там лайнер перкинс и прочие имена я всегда в ответ на это говорю вот ребята у нас слайд там несколько десятков крупных ребят типа там вейн дрейкер фишер до бесконечности андрисин которые вкладывали не с нами а после нас то есть вот такие маленькие среднего размера виси как я вижу я тоже это как бы гипотеза не факт что это обязательно так но они молодцы тем что они постоянно в окопах постоянно общаешься с ребятами которые тебе приходят на раннем этапе одну как человеку который там только только построил компанию на только-только первый миллион эрар получила прийти к этому страшному андрисину с ужас вообще как как он во первых доберется туда да если он где-то здесь в долине кого-то знает еще шанс есть а если он где-то даже в бостоне тяжело я уж не говорю там другие места слышу александр может быть до через десять лет как раз посмотреть до май май 2030 мы с тобой включаем это видео уже мы будем с тобой в виртуальной реальности все такое 3d уже может даже не взять и мы свои автопати вот ну виртуальная битва да хотя может переводить но я очень этим делом болею и тоже очень хочется это сделать пока единственное что хочется понять это как концептуально это добавит не только приколы и сложности а именно функционально я пока особо да вот тут вот ну то есть как бы типа повернуться и там руками взять это так и открыть его сначала это прикольно но потом это будет доставать что тебе нужно сидеть в шлеме там куда-то поворачивать я думаю вот именно сами презентации пока не уйдут в виртуальную реальность хотя вот я уже вижу даже вот тут на местных рынках стартапы которые делают вот эти вот специальные системы где ты даже сидишь в зале как бы там на сцене как бы и все виртуальность мне кажется пока что первый этап это будет когда автопати туда уйдут как бы если зума а теперь мы идем как бы на автопати там уже каждый один оделся себя как хочет как бы видно что уже мало там это ну кстати ты знаешь ребята типа курсова предрекают именно зуму ну вот связано конечно с их айпио предрекают именно зуму возможность быть первыми кто создаст виртуальную реальность новую которые люди абсолютно нормально так же как мы с тобой созваниваемся просто надевают эти шлемы и пошли общаться по разным по разным заколоком радостно сбил лампу почти размахивая руками вот а слушай и еще такая тема которая мне кажется круче тебя никто на этот вопрос не ответит ты тот человек который постоянно в буквальном смысле слова пересекает границы ну и не только ты вообще твоя организация то что то что вы делаете и вот скажи пожалуйста вопрос который у огромного количества людей очень для них он очень важен и я его слышу постоянно и куча наших зрителей и слушателей тоже об этом задумывается как бы куды бедному крестьянину податься что делать как бы понятно что делать с тому кто там живет в бостоне в нью-йорке в лондоне берлине что там вообще не проблема что делать человеку там из полтавы из перми там не так много инвесторов там не так не такой большой рынок и так далее они там пытаются там офигенные классные ребята они что-то делают строят но у них у всех этот вопрос блин вот чувак там мне очень многие пишут блин чувак ты классно все снимаешь все классно говоришь но это все про там долину в лучшем случае америку а что мне вот здесь вот старом осколе делать я вот там белой церкви вот я сижу и куда вот и вот у меня вопрос к тебе какой бы ты совет дал я понимаю что очень такой жесткий вопрос я пытаюсь на него все время ответить как бы ты совет дал ребятам которые вот даже не то чтобы не не обидеть киев или днепр или там харьков питер которые вот не даже в таком хаби там небольшой городок они классные они 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 там читают они пытаются они что-то программируют они создают куда компанию но их видение не вниз не построить местный магазинчик абрикосов а именно вот вот что такой классный чем делать мое личное убеждение что надо попасть в топовый американский акселератор вот моя форму почему потому что вот приехать без акселерации тоже конечно можно но вот то что я слышу как бы от тех кто так делал вот уходит только на то чтобы создать как бы но network какой-то да там прижиться а все-таки вот эти топовые акселераторы это экосистемы в экосистеме то есть они ты мало того что в силиконовой долине это еще и как бы да там в самом концентрате что называется вокруг которого сидят корпорации в котором которого сидят она но вот инвестора и там и ждут как бы что же там такого интересненького другое дело что до него тоже как-то надо добраться некоторые добирают конечно команда должна говорить по-английски конечно это должен быть нормально технологическое решение как бы даже можно там по сути дела и и не мечтать да вот на все равно как это первый раунд и там возможно надо поднять на местных рынках добраться там где куда да там в украине до киева там белоруссии до минска в россии до москвы как бы и поднять там от ангелов вот эти вот первые деньги для того чтобы какой-то запас все-таки был дожить как бы да вот до этого поступки но кстати наша программа силикон файмин сама на это и рассчитаны вот эти вот деньги для того чтобы ну и мы мы пошли таки каким путем мы покупаем у местных ребята силиконовой долины парочку программ чтобы самим их честно делать хотя мы делали как бы но это очень сложно очень надо большого потока прям нету и мы их туда отправляем они там немножко адаптируется и потом уже там им больше легче поступить уже как бы да то они понимают что эти акселераторы поэтому мы так и называем предакселератор но в целом вот мне кажется что вот моя формула такая найди там немного денег у себя как бы в стране там допили так чтобы ты был готов поступлению в топовый акселератор американцы даже не европейский потому что вот по моим наблюдениям опять же могу ошибаться субъективно вот но в америке гораздо проще поднимаются европе то что я слышу ну даже вот от тех у кого есть два офиса да там америка и европа не раньше европейские виси гораздо дольше думают принимают решение дают меньше оценки как вы да там но и много таких еще вот условий как бы там дополнительных в рамках там соглашение ну что вижу то не не спасибо тебе слушай я я я очень близко вот мой ответ был бы я сразу же прокомментирую я как бы я так бы сказал ты поправь меня и если видишь немножко по-другому я бы сказал что в идеале это вот вот можно достаточно мне кажется честная метафора можно сказать что вот если ты талантливый за там биолог математик конечно лучше всего учиться там гарварде стэнфорд беркли принстоне оксфорде кембридже там и так далее вот более того там кто-то наверно сейчас удивится кто не знает те кто знает пожмут плечами скажи чувак рассказывай что что всем известно как раз в топовых самых таких университетах особенно на докторскую степень шансы учиться бесплатно очень большие в отличие от там 2 2 3 разрядных которых это еще и денег будет стоить и разница между образованием что такое доктор докторская степень из беркли докторская степень не хочу там оскорблять как он региональный институт ну просто вообще не о чем говорить вот поэтому конечно в идеале года классно бы стэнфорд гарвард беркли и прочее вот но как бы есть же и там более низкий тело даян я например учился в бостонском университете классный университет это не первый университет как как он думают как бы люди в мире но то есть я бы совет сказал так я полностью с тобой согласен конечно там ребята типа войси 500 стартапов tech stars там и так далее это просто топовые места и безусловно там самые крутейшие места на мой взгляд субъективно сейчас если кто-то в других городах обидится ребят ссори ну там вот я считаю что однозначно сан-франциско бейри силикон-вейли это далеко 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 номер один несколько очень крутых городов типа там нью-йорк бостон лос-анджелес сиэтлоу остин лондон барселона берлин сингапур гонконг там еще может извиняюсь если пропустил оси ул говорят кстати говоря очень крутой вот они они очень очень классные но дальше идет и какой-то секонд-тир который тоже вполне себе этом нормально это упомянул мадрид вполне себе нормальный там я не ласки вы люди они везде это собственно появится просто вот такое наверное особенность вот именно венчурного рынка до то находясь в не развитой экосистемы стартапа скорее всего не выжить я вот сравниваю для себя говорю что вот стартапу нужно две вещи в первую очередь это раунды и там клиенты ну к примеру виде корпорации дает нужно сравнить с дождем и почвой да то есть если дерево посадить в пустыне до почва плохая дожди идут редко так или иначе как бы засохнет старайся не старайся экосистема такая что ты не выживешь к тебе нужны дожди тебе нужна плодородная почва вот тогда ты будешь расти а так ты да ты начнешь как бы ну а потом засохнешь я я вот я вот видел это за свою много талантливых старались изо всех сил но что ты будешь делать клиентуры нет а тебе надо конкурировать как бы со своими там я вот как-то вспоминаю я там начинал этот свое клубное движение angel list я как-то на свои как-то я тогда еще не мог так вот эти рези там и не подножить для меня это было так все диковато angel я взял то значит в первом раунде поднял 100 тысяч долларов первый год и второй раунд поднял 40 миллионов долларов все мои шансы как бы знаешь там это с ним конкурировать они просто как бы исчезли просто но и вот то же самое будет с любым стартапом я вот даже вижу что некоторые идеи здесь появляются раньше чем чем там но после того там как кто-то появляя получает большой раунд нереально большой раунд этом в общем то шансы конечно становится очень неравны и вот когда мы говорим а вот этих вот нечестных преимуществах тогда да мне кажется что вот раунды это одно из тех нечестных преимуществ который дает преимущество тем стартапом которые находятся там и она может быть не настолько очевидно как бы там но вот мне кажется он очень действует когда убертом поднимают условно какие-то миллиарды начинают заливать вот все рынки просто гемпингом вот как условно местными хоккан там могут конкурировать вот кстати здесь вот там киеве там много там вытеснила уберы но много тоже извини сколько там в этой ситуации но такая глобальная конкуренция она приходит на локальный рынок поэтому рано или поздно чтобы ты не делал эти крупные как в этом еду и не корн и они придут и на твой рынок вот и уже не будут такими красивыми и добрыми а будут начитывать и они могут себе позволить убыточными оставаться нереально долго нереально был локальная стартапа такого себе позволить они должны как-то какие-то деньги зарабатывать персонал уплатить но такой вот лучше шикарно ты сформулировал я постараюсь не забыть и мне кажется это можно сделать даже таким контрарионистским что ли заголовком нашего диалога ты очень хорошо сказал что для того чтобы иметь шанс выжить надо быть там где хорошо развита экосистема стартаперская и если ты не против давай я попробую я очень люблю этот такой психологический что ли наверное психологическую концепцию unpacking вот в русском языке я очень хочу в русский язык это ввести в английском есть такое слово очень часто ученые говорят let's unpack this notion давай распакуем это определение вот потому что что ты сказал сейчас многие скажут да ну чё он заливает там вот там подстаны там вот яндекс там круто и действительно круто там вот didi миллиардная компания действительно круто слушай я могу тоже тебе сказать да вот у нас только что двухмиллиардная компания дикий конкурент убера ужасно успешный болт до бывший таксифай где мы первые вот только что подняли 100 миллионов по оценке миллиард 900 стали двухмиллиардной компании но как бы это все скорее такие знаешь как как в статистике такая вот точечка которая далеко-далеко их много их всегда много таких точечек где-то там да был такой а что что саша где-то что-то да проскочит да 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 я я всегда напоминаю что был такой патентный клерк в швейцарии альберт энштейн тоже далеко от патентном бюро сделал чувак в швейцарии боже ну точно как бы и вот патентный клерк перевернул мне кстати вот оймштейн нравится одно очень выражение которых нашей индустрии имеет это очень большое но такое наш мне кажется как рассказал что с точки зрения здравого смысла земля плоская да а я не помню это он или бернард шоу на обычно препятствует может не аггава вода дата но может надо я уже вот действительно ты надо слушаешь вот какие-то идеи думаешь давно но это бред какой-то ночью пуха потом смотришь как это одетом распухает как бы над кстати сейчас какая-то странная вот немножко наметилась тенденция не то чтобы она прям слишком может быть на яркая но вот вот эта история как бы с этой аудио сетью со с вами а я понял о чем-то да 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 которые вдруг взяли и грохнули дикое количество денег когда стартап на стадии фактически там что-то между идеей мвп как бы да там ему как бы значит сколько он до поднял 100 миллионов причем говорят что оценка какая-то совершенно зверская и вот это же противоречит всем правилам как бы фактически венчурного ребята любят заходить это то что по-английски еще одно слово которого в русской еще одно выражение концепция который в русском нет сожалению self-fulfilling prophecy сама самовыполняющиеся предсказания навалим туда деньгами и все я сразу вспоминаю историю такого похожего в каком-то смысле повод структуре финансирования другого дата полтора миллиарда дали на стадии вот нарушение правил как бы вот этой стадийности как бы пошел на рынках тех у нас его было как-то новым закончилась именно так как возможно на классике должно было закончить что есть какие-то исключения всегда наверное но вот теперь интересно просто станет этот трендом или это просто какое-то знаешь единичное такое единичное исключение из правил какие-то пробежали да 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 насколько сейчас такое встречал общем а часто более того есть как бы дай ему бог здоровья потрясающие герои многих романов насмешек зависти мечты ненависти и так далее мацаоши вот мацаоши сан там главный человек в софтбанке который в общем-то обожал такие инвестиции да давай полмиллиарда сюда полтора миллиарда сюда 200 миллионов туда и его идея была быть таким вот отважным самураем который там с японскими и саудовскими там дубайскими и прочими деньгами приходит куда-то и просто всю индустрию заливает бетоном ты знаешь это самое забавное вот я я всем очень очень советую постоянно эти две книги вот просто вот для меня это просто капитал я их я кстати давно не перечитывал нам надо прямо залечь куда-нибудь во дворе и прочитать есть две книги абсолютно гениально одна называется да не униусы новая новая вещь а вторая называется the silicon boys силиконовые или кремниевые мальчики я ужасно вам советую обеим книгам лет по 20 и вот и вот они вот ты знаешь вот ровно сашего то о чем ты говоришь они как раз вот как бы механику вот этого такого рейнмейкинга я не постоянно какие-то слова английский употребляю к которым нет рейнмейкин это когда вот ты ты бог ты вот там и и дождь пошел вот это очень голливудский термин но с другой стороны вот она опять же создает нечестное преимущество ты имеешь право делать ошибки абсолютно и второе вот если помнишь там убить таратиля по моему есть такая штука что говорит что он не верит в какие-то знаешь вот эти быстрые такие пиво ты что-то запилили быстренько сделать несложное как бы его упоминал что верит знаешь когда ты долго долго в какую-то одну точку вот достаточно глубоко как бы там но тебе для этого нужны большие длинные деньги и возможно вот это вот как вода там модель которая вот и вот иногда проскакивает это из этой серии но конечно должен знать как-то этих людей ты должен быть в них уверен как бы да то есть это 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 не ребята с улицы зашли это такое там о ребят вот в этом абсолютно миллионов долларов и она очень часто людям которые очень далеко от этого именно кажется я я много вот вижу такие кстати комментариев сейчас я думаю там когда опубликуем видео тоже будут эти комментарии типа не ну конечно если бы мне там вот дали бы я бы тоже не дают просто так кому-то это с чем-то связано это не самые вот эти простые смешные объяснения ой там она чья-то девушка ой там он там где-то да может быть вполне может быть но вы покопайтесь посмотрите всех этих людей посмотрите там моя самая любимая история в этой связи это история основателя старбакса он когда-то у нас лекции читал бостонской университете ну такой маленький курс и он на лекциях это рассказывал я число уже не точно сейчас помню потом это в книге у него была которую нам тем подписал по яхаркин твит ахала чулз вот основатель старбакса и он рассказывал что он получил и не помню 216 надо посмотреть 226 нет представляешь ему сказали нет инвесторы 200 с лишним 200 ребята 200 вы плачете там когда вам 20 скале 200 200 раз человек 200 раз к то учит или получил нет 200 просто осознайте это не то что он так хопа разосновал получат договорился о встрече он пришел сделал почему скале нет он говорил со встречи он пришел нет ну так 200 блин с лишним раз а потом ну ты же видела последнее исследование не знаю там как-то форси попала статья которые говорят что на самом деле вот на успех больше всего влияет вот это качество которое очень близко к настойчивости но я это сформулировал у меня даже есть сама реклама все-таки мой каналчик у меня даже есть видео я если не забуду я сделаю такой инфокарт если забуду то напомните ребята у меня даже есть видео на эту тему я это сформулировал что для большого успеха не для маленького для для большой удачи скажем так то есть действительно удача играет роль я согласен абсолютно но для него нужны как я вижу три качества я с кучей народу вот говорил и так пока никто мне не сказал что вот не эти три и они очень удобно формулируется по-французски медведь это ус вот и вот эти вот качества они легко запоминаются как курс упоротый рисковый сфокусирован вот упоротость вот блин нет вот 200 с лишним раз он получил не он не просто нет получил слушай он же получил там он некоторые вещи цитировал типа чувак там ты отморозок ты вообще с ума сошел кто 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 будет пить в бумажных стаканчиках кофе и платить знает а ты вообще отмороженный кто будет ходить по улицам кто будет приходить с компьютерами ну а тогда еще время было такое что компьютер с точки зрения здравого смысла земля плоская да 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 вот то есть действительно должен быть упоротый и как бы совершенно пофигу ты действительно должен быть рискован рисковый и в смысле что там там все поставить на карту но может и все моя любимая история чувак которую я лично знаю этим очень горжусь алекс вэлс основатель фото бакет exit 350 миллионов долларов вот значит алекс начинал гораздо позже нас с партнером фотки датком он фактически в общем-то сделал копию того что сделали мы но если мы каждый месяц деньги зарабатывали то он сказал нет ребята смысл них зарабатывание день гениально а смысл в том что был вот такой вот рост вот просто небо и он вырос но тогда это были действительно это и сейчас цифры большие у них там где-то 150 миллионов по моему или 170 миллионов пользователей в месяц то есть для начала двухтысячных годов это безумно это и сейчас большие но тогда это просто знаешь что myspace который был там 500 миллионов по моему был номер один или номер два вообще сайт вот и к чему я стал говорить что он и его сооснователь не помню двоих было или трое но он как бы был основной основатель у них деньги стали быстро заканчиваться потому что расходы огромные рост огромные доходов практически нет там реклама приносит копейки с такого трафика и они знают что сделали они заложили свои дома то есть вот весь свой вот мордич они просто это на мой взгляд просто вау причем у них семьи там это не то что знаешь молодые пацаны которые там типа рискнем и вау и рискнули и вот 350 ну там не все им пошло там вместо но ты понимаешь тут мы видим конечно в большей степени вот в этих ситуациях когда вот люди так рискуют да и я согласен да и но тем не менее конечно вот такой риск но это точка нарастания риска она присутствует во многих исследованиях про миллиардеров да там когда вот ставится все как бы да на карту но я извините александр что перебиваю но это еще и плюс сжигает за тобой мосты да и все вот да или знаешь я из из древней истории довольно ежесторик по с вами и да и из древней истории достаточно интересно что прости за такой маленький экскурс экскурс но мне кажется он очень важен это кстати к нашим недавним беседе с максом скибинским насчет того стоит ли изучать историю в древних битвах самым важным было заставить противника побежать потому что в отличие от всех этих красивых фильмов никто сзади никакой защиты не носил это абсолютно бессмысленно вся защита была впереди у всех всегда слишком ну во первых у многих просто ничего не было кроме щита тоже сзади держит когда он бежит а у тех тому тяжелый там у гоплитов греческих у них как вот впереди вот все было спина никто спину никто защищал главным самому как бы такой стратегией на протяжении долгих веков было заставить чуваков разрушить строй и побежать и смысл вот как бы к чему я это говорю что очень интересно что мы же тоже находимся в таком вот как бы вот в таком противостоянии да когда те кто вот сомкнув строй борется до последнего и как там копьями пруд другого не бегут и до последнего сражается у них шансы гораздо больше чем у тех которые раз и побежали как только ты побежал все и погиб слушай ну блин мы с тобой незаметно пролетел час я если честно еще есть куча всего но давай давай мы наверное закруглимся давай я последнюю тему я попробую если ты не против вот все-таки вернуться как мне кажется кто очень интересной мысли которую ты высказал насчет того что для победы тебе нужно находиться в том месте в котором развита экосистема я здесь хочу за две минутки попробовать это как бы антек распаковать заранее тебя защищая от обвинений в том что ха ну вот смотри там например world of tanks да они же в беларуси ребят у них development в беларуси находится у них как бы офис беларуси программисты у них беларуси рынок у них не там люди то когда они как бы чем-то занимались были не там и потом не забывайте что они как раз вот эта точка так же как вот наш ну team t-investments наш болт бывший такси по это тоже вот та вот точка ребята которые смогли которые нашли себе нишу и так далее но то о чем александр говорит она очень конкретно и она не про точки какие-то отдельные примеры которые вы приведете и и будете правы есть такие но про систему когда стартап приходит в акселератор топовый не там какой-то маленький и страдающий топовый то он получает и правильных инвесторов и достраивает команду и знания от людей которые масштабировали все это и доступ к огромному количеству всяких ресурсов и среду в которую в которой то как ты мыслишь что как ты действуешь а нового для тебя очень дружелюбно и ты офигенно в нее включаешься тебе не ходят и не крутят пальцем и ска там 90 процентов твоей семьи друзей окружающих и так далее и ты переходишь очень не очень легко все очень тяжело но относительно по сравнению с другими ты гораздо проще переходишь на ступеньку вот ангел инвесторы вот сид инвесторы вот ранее венчурные место под корпоративные место и ты сразу же строишь правильно ты не строишь пизанскую башню которая потом рушится после там первых пяти тысяч пользователей а ты сразу же делаешь вот прости что много говорят есть же статистика вот и по топовым акселератором 50 процентов первый год после окончания поднимают 1 миллион и больше ну еще 25 поднимают 500 тысяч больше но и очень хорошая статистика ну и и есть там войси периодически я все как бы думаю наверное сдамся войси периодически мне ну и не только мне какой-то эксклюзивный там предлагает поучаствовать амбасе фонд там какой-то войси фонд какой-то они периодически присылают как бы данные по доходности знаешь очень очень хорошая доходность у самих войси так что ребята молодцы делать делают дело александр спасибо тебе огромное давай наверное еще под конец если ты не против и еще пару минут вот наверное последний такой вопрос к тебе как ты думаешь куда сдвинется вот я я сам просто над этим вопросом думаю ты я думаю знаешь я думаю что знаешь что мы с ребятами строим стартап котики такое сообщество сделать все будут друг другу помогать находить инвесторов там помогать друг другу достроить команду как ты думаешь какую сторону и эволюционирует ли вот то что происходит сейчас со стартапами с венчурным капиталом я думаю да знаешь вот даже на наших битвах вот начали проскальзывать такие мысли что вот ближайшее время наверно венчурная индустрия будет меняться но то есть и к ней тоже придут многие виси говорят что если раньше там были такие закрытые комьюнити тебе надо приехать на силиконную долину когда-то там надо было назначить встречу идти на встречу то сейчас вот эта ситуация там с вирусом 19 она как бы немножко там возможно изменит вообще расклады и станет гораздо больше онлайн во всем но все это истории как бы и там ну нам например это только на руку как бы да там конечно же в этой ситуации вот потому что у нас по крайней мере есть вот такая вот идея строительства вот этого я говорил по виски хаус то есть закрытого комьюнити виси где они могут обмениваться сделка в разных закрытых биржах но ты имеешь право предлагает он только ту сделку в которую ты сам инвестируешь никаких просто вот реклама там еще чего-нибудь такого и возможно вот этой связанности и раньше не было когда между виси в разных странах а вот то что мы видим на наших битвах интересно что виси очень нравится общаться друг другу вот когда они находятся знаешь не в одной стране в одной стране не часто друг друга знают а вот когда там например какая-то европейская бита вот они там пришли как бы там из разных стран как вот им становится очень интересно как бы в этой ситуации и раньше как-то вот не было готовности мне кажется к такому общению сейчас она появилась и возможно наш вот котики тоже появились очень вовремя когда в этом смысле хорошая цитата уже раньше вот у нас тоже были попытки там создавать разные форматы как бы но я скажу они были да мне вот не очень удачные у нас было там шоу называлась смешное название у вас не получится да то есть такой своеобразный там краш-тест разбирают по частям как бы да да и на самом деле я сегодня полез поискать как бы ну вот стартап кухня у тебя что же есть форма да 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 виси кухня а я что-то набрал стартап кухня и мне выдала у нас тоже оказывается было такое шоу я уже про него и забыл как прикольно вот и там у нас что-то там стартапа должны были угадывать что виси кушают как-то там обнаружил кстати у тебя уже по идее появился клон как бы там беларуси и кухня то ли стартап кухня короче тоже становится хипер популярного выше но это это супер знаешь как не помню кто же приписывают полу пикассо приписывают он он говорил ему сказали блин там вот чувак копирует ваш там этот синий стиль и против и прочим мы слышим это высшая форма ради бога какие это ожидаю поэтому полу но я к чему что ты знаешь может быть тайминг вот как раз вот ты же знаешь да один из этих факторов и самый важный фактор по сути дела да 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 мне мне кто-то я прошу прощения не помню кто в комментариях написал чувак сходи посмотри я посмотрел получил огромное удовольствие забыл уже имя очень известный а такой большой инвестор у него хэдж фонд миллиардные так далее он проанализировал просто просто данные какие факторы успеха компании удивился сам что там что-то он сказал 40 с лишним процентов это просто вовремя и market fit правильно это знаешь я чем дальше думаю тем думаю блин совершенно точно представьте airbnb сейчас ну просто вообще ноль шансов вообще до свидания экспедиа сейчас или провелось эти сейчас ну поэтому и было же много и в россии попыток делать такие шумы на самом деле да и вот наверное я бы сказал что твое это первое успешно и совсем еще малюсенькие котята слышим это начинается она на самом деле очень классная но все пока дезорганизованная на коленке смешное меня там народ ругает что у меня там слоник сзади что я там что микрофон не такой камера некачественная уже заказал камеру там микрофон уже 2 пробую там все не то нужно студию делать сам это знаешь это ужасно прикольно это как бы такой стартап и он вот процессе я могу сказать что там не в этом дело да мы у нас были студии были микрофоны и там контент рубит абсолютно абсолютно ты знаешь у нас был и если мой старый приятель и бывший бизнес партнер саша сергеев сейчас смотрит при этом у нас когда-то еще в 90-х годах была гениальная идея назывался на псалон видео и даже мы там довольно круто продвинулись это 90-е годы еще значит идея что люди могут смотреть видео онлайн и все это можно делать в одном по и но причем мы это сделали раньше чем компания youtube но проблема в нашем дурацком мышлении была в том что мы считаем что должно быть супер качество давай там кодеки правильные берем давай там чтобы супер hd было чтобы там то-то и то-то о чем мы совершенно не подумали что у кого есть во первых компьютеры которые могут энкодировать и декодировать такое у кого есть быстрый connection 90-е годы до для того чтобы все это загружать кто будет кому нафиг нужно это качество в это время появилась после нас как ну и мы там чуть-чуть как мы приехали в голливуд сдружились с ребятами которые в свое время возглавляли студию франсиса форда копполы с двумя с его бывшими там с огромной компании laser pacific заключили партнерство но это все как бы это все ушло в песок потому что в это же время классные офигенские ребята в сан-франциско сказали кому нафиг нужно ваше качество кому нафиг нужен ваши дети кому нафиг нужен красивый плеер который мы там месяцами по месяца два мы спорили где вот эта кнопочка где он реально очень красивый они сделали просто вот на коленке через задницу просто вот этот вот в браузере такую фигнюшку которая качество если ты помнишь первое youtube видео мы решали говорили ха 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 там говорили вот сравните разве это качество извини уж я там еще феномен тик тока вот ты бы его как объяснил я если честно заставился просто я думаю ну как это я венчурный я не пользуюсь ничем кроме фейсбука но вы нашим не и фейсбука а 0 и наши поколения устаревшие но я вот заставил и вот кажется иногда вот знаешь что ну вот как вот еще может появиться вот вспомнить ситуацию там несколько лет назад есть skype есть google видео но этот хингаут есть как бы в мессенджере видео бесплатные видео и тут кто-то выходит с платным значит видео сервис но но как он может да там пробиться появится и то же самое с этим тик током ну что шоком инстаграме там фотки я не знаю там видишь тоже но вот феномен жиж какой-то я думаю как раз классическая история просто для знаешь гарвард бизнес-скул и там berkeley бизнес-скул хаос они выпускают еще кучу других они выпускают какие тоненькие брошюрки а бизнес кейсы когда ты бизнес школе учишься у тебя постоянно бизнес кейса они там страниц 10 а я учился то есть эти бизнес кейсами же тоже пользуются но как бы наши зрители наверно не знают целая куча сзади лежит их мертвым грузом и в них я просто хотел схватить один но это надо надо залазить книжную полку и мне кажется это абсолютно вот такой вот то что называется харвард бизнес кейс потому что ребята посмотрели на рынок и сказали так вот как я как не видится кстати интересно как ты думаешь они посмотрели на рынок и сказали так фейсбук старичё так instagram в принципе как бы не старичёно уже такое там двадцатилетние 25-летние акт что подросткам делать им совершенно скучно им им хочется вот эти вот всяких там кроликов звездочки там вспышечки салютики смешные всякие вещи которые для них прикольные тащатся а эти скучные даже я же про нас тобой не говорю 25 летники ой боже примитив школа то там кошмар и так далее мы не взяли это написали и они не просто взяли это написали продукт это я всегда всем беру ребят против фигня бизнеса на главное как вы сделаете за то бит и они сделали очень правильный бизнес они нашли вот это самый гениальный подход вообще к бизнесу они нашли инфлюенсеров инфлюенсеры протащились дико от того что увидели сказали насколько я понимаю они вообще ни одному не платили и все эти вот кид инфлюенсерс сказали блин беру и стали пользоваться за кид инфлюенсерс пришла толпа других кид кид и дальше получился эффект эффект раннего фейсбука когда у тебя достаточно закрытая комната с очень хорошо сегментированным сообществом которым чужие вот типа нас с тобой прости ну мы как бы встречу мы приходим увидели этих там ржущих кроликов бегающих кошечек там тяф-тяф мяф-мяф там салютики звездочки все вспыхивает разбивается идет снежочек дождик какие-то улыбки черепушки пришли просто в ужас и ушли идите искали ее классно стариканы ушли жизнь наладилась вот мне кажется здесь успех то есть очень четкий а очень четкий фокус на сегмент которым которому никто не обращает внимание потому что старичьё очень четкое понимание ну может у них так получилось может это было непонимание что этот сегмент протащиться от чего-то что совершенно не в кайф другим а этим в кайф что вот этих других фейсбучных вот этих лишь про фейсбук вообще молчу инстаграмовский фейсбук это вообще просто древность какая-то вот что их нету найти правильный путь кому пойти через как как ты считаешь ну да не ну тут вопросов тут я согласен мне показалось ты знаешь вот ну все-таки она же такое гигантском массовая как бы и конкурент это знаешь никогда всегда кто-то выступает на печи я вот мои конкуренты там google youtube фейсбук и значит это понятно что становится всегда смешно тут ребята но реально как бы да там точно там до instagram отобрались надо и мне показалось тут сыграл такой какой-то фактор вот я когда включил я думаю вот ради профессионального опыта мне надо там сделать я подвис открытым как был онлайн до 2 я задумался почему и вопрос был не только в контент есть еще вот мне показалось такая штука как формат то есть вот они нашли в нашем сознании какой-то такой вот наш такую дырочку когда ты даешь какие-то вот вот эти шорт как бы да там видео какие-то с определенная частотность вот мне когда спрашивают как вы делаете почему у вас получается вот эти битвы делать честно я не знаю я не могу понять почему вот у нас получается у местных ребят нет до меня даже и вот возможно формате как то вот на какой-то случайно попали в какой-то формат что он так срабатывает и то же самое произошло мне кажется вот титок они нашли какой-то вот может случайно может в результате каких-то экспериментов там специально я не знаю с искусственным интеллектом да там но вот формат на который ты как бы раз и немножко подвисаешь как вода и вот если ты себя не контролируешь ты так можешь как это раз и зависнет и мне кажется вот здесь вот поведение потребителя знаешь вот она в общем то с каждой новой технологии открывается по-новому скорее всего ну вот я бы наверное как-то это так описал потому что вроде сейчас все известно потом раз как-то знаешь каналы увеличились там экраны стали больше видео стало качественнее как бы так хлоп и открылась какая-то вот новая такая дверь как майнсет еще я совсем согласен что ты сказал но вот самое главное мне кажется что то что происходит когда мы смотрим на гигантов говорим не ну это как бы ну действительно ничего с ним ничего не поделать это же google и так далее я вот меня все подмывает я вот просто вот найти бы мне человека который там согласиться выйти в эфир и обсудить там например тут ужас этот ад что из себя представляют интерфейсы google а youtube это просто просто от это вот этот юай и уэкс это я не знаю эти люди что они курят но они что-то курят очень очень сильно зум интерфей и уай и уэкс зума это это просто адский от дурость тупость неудобства просто ну вот вот все как только компания становится корпорацией она просто там начинается страшно на эту тему кстати нужно снять отдельный эпизод но там происходят страшные вещи те люди которые с утра до вечера думали как бы еще сделать так чтобы у нас все удалось все получилось они больше об этом не думают а на их сейчас оскорбляю кучу народа простите меня если можете но если не можете руки оскорбляйтесь на их место приходят люди которым просто платят деньги и которым деньги платят очень неплохие и для этих людей гораздо важнее то что в америке опять не знаков рассказать job security то то чтобы их не уволили чтобы им были да были довольны и поэтому дизайнер который теоретически должен с утра до вечера думать как жизнь жизнь пользователя сделать проще удобнее интуитивнее он думает о переставлю-ка я вот эту вот кнопочку вот сюда вот ту кнопочку там утащу вот вообще куда то чтобы про нее нельзя было ничего думать люди которые отвечают за и файки у и за обучение этому делу сняли видео там пять лет назад об интерфейсе ты который до сих пор висит на google и на ютюбе на зуме рассказывает как пользоваться интерфейсом который уже годами нет это видео до сих пор висит интерфейс весь переделом ничего не делал то есть вот просто люди занимаются причем тысячи огромнейшее количество людей занимаются вредительствами я не понимаю как они еще умудряются выживать но вот мне кажется что совсем другие факторы начинают влиять на на жизнь на мотивации но мы с тобой сейчас не пытаемся как бы я это видео будет на ютюбе я есть куча классного в ютюбе там я пользуюсь зумом фейсбуком я не пытаюсь никого обидеть хотя уверен что кого-то обижаю но я просто пытаюсь объяснить почему для конкуренции с огромными компаниями действительно есть возможность то есть с одной стороны я точно так же улыбаюсь как и ты когда человек говорит наши конкуренты google понимаешь что google много-много лет в лучшем случае много лет а худшим никогда вообще не узнает просто про этого конкурента потому что там угла будет 99 там 9 9 9 9 процентов а у этого человека там будет одна тысячная одного процента от рынка вот а но с другой стороны я отлично понимаю что то что ты рассказал про тик ток это абсолютно гениальный бизнес кейс того как ребята посмотрели но я не знаю как там внутренняя кухня но они посмотрели сказали окей фейсбук это старичью instagram это такое молодое старичью а есть вот офигенная категория ребят там дети грубо говоря так как которым все это неинтересно которым это аудитория неинтересно которым наш с тобой разговор сейчас абсолютно не интересен которым те там прикольные например фоточки которые как ты знаешь я люблю постить ну тоже таки ну да старикан какой-то там чертежет там чувак но это настолько мне не интересно вообще просто минут никак и как от этого встречать причем еще раз не не нашего с тобой не обижайся я знаю что не обидишься возраста а старичью 25-летний муж из 3 вот это вот у меня дети но вот знаешь там допустим старший дочек 22 третьему из пятерых да ему там 16 вот она говорит я его уже не понимаю да 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 ну то есть вот каких-то там да 4-6 лет разница ну и это офигенская возможность конечно александр спасибо тебе огромное потрясающее интервью я пролетел очень много времени больше чем мы думали ну ладно как бы как есть всем спасибо александр сорока если вы еще не слышали про стартап network я не знаю что вы курите если вы слышали про стартап network и еще в нем не участвуйте просто срочно участвуйте это потрясающий network александр ничего мне не платит и это абсолютно не никакая не реклама я просто реально считаю что это офигенно классная добрая очень очень мудрое правильное дело и вот советую искать этого чудесного человека спасибо игорь взамен конечно хочу сказать что скоро я теперь возьму интервью у выдающегося как виси потому что нам надо узнать все его секреты как он поймал в свой фонд там трех или уже даже четырех единорогов совершенно не каждому венчурному фонду спасибо тебе большое это слишком добрые слова я пока их не заслуживаю но буду стараться александр сорока абсолютно потрясающий стартап network ребята ищите находите присоединяйтесь это очень круто там офигенные люди классные место классные стартапы спасибо тебе спасибо 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 где стартап котики как растут стартап котики кто у нас стартап котики а а Субтитры создавал DimaTorzok